Праздник к нам приходит, друзья. До Нового года остается меньше недели. С вами Мариана Мирная, вы смотрите город С. И на нашу телекомпанию тоже пришел тот самый праздник, долгожданный и желадный, в виде Деда Мороза и Снегурочки. Здравствуйте! Представлю наших сегодняшних гостей. Актеры театра «Самарт» Юрий Конов и Елена Голикова. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Ну, у вас сейчас самая оживленная пора. Вы с корабля на бал, я знаю, что с очередной елки и к нам тоже на елку, и после нас опять на елку. Где были сегодня? Рассказывайте, кого поздравляли. Дедушка, самый востребованный, наверное, персонаж, да, в этот период? Конечно. Сегодня поздравляли детей долгожданных. Они долго ждали этого праздника, очень волновались, очень живо встречали Деда Мороза, Снегурочку, очень хотели, очень ждали этой встречи, готовили стихотворения, песни, танцы. Очень радовались этой встречи, наконец-то получили долгожданные подарки, остались очень довольны. И сейчас снова поедем дальше поздравлять детей, дарить радость и поздравлять с Новым годом. Елен, вот такой вопрос всегда интересный. Вот понятно, в новогодние вот эти все праздники, вот детки, они все у них ассоциируются с Дедушкой Морозом все-таки в первую очередь, да, Снегурочка такой как бы соседствующий персонаж больше. Чем вы-то берете? Что у вас, потому что, я знаю, что и Снегурочка тоже какую-то работу определенную выполняет, чтобы вся нагрузка на дедушке не лежала, иначе он семью потами и зайдется. Ну, знаете, в разных парах по-разному. Бывает, что ведет Снегурочка, бывает, что ведет Дед Мороз. Но, конечно, когда ты приходишь в детский сад, то маленькие дети, они, конечно, прежде всего идут к Снегурочке. Да, то есть это для них такой проводник между воспитателем, да, которую они знают. И вроде как такой какой-то обаятельный персонаж, добрый, чистый, светлый. А когда выходит Дедушка Мороз, они немножечко так настороженно смотрят, потому что он большой, но в данном случае Юра. Да, Юрий очень высокий. Юра, какой рост у вас? Метр девяносто восемь. Метр девяносто восемь. Почти два метра. Вот представьте себе, для трехлетнего малыша, который видит там Дедушку Мороза, он, конечно, обескуражен просто. И, конечно, они хватают Снегурку за шубку, за ручки и стоят все около меня, но потом постепенно уже подходят к Дедушке. А были случаи, когда дети пугались и плакать начинали при виде Деда Мороза, успокаивать? Ну, конечно, это бывает, но они потом как-то быстро адаптируются, глядя на других более смелых детишек, да, и тоже так потихонечку, потихонечку им интересно, любопытно. А еще, если видит, говоришь, вот у Дедушки мешок, все, слезы. Это подкупает на раз. Мешок с подарками, с долгожданными. Насчет того, что вы говорите. Каждый год, я так понимаю, вы не первый год в паре, да, работаете уже, поздравляете и маленьких, там, и больших, любых деток. Каждый год меняется ли у вас программа? Адаптируется ли она к новому, там, наступающему году? Или есть какая-то канва, вот, и там, в основном по ней? Ну, конечно, программа у нас меняется, потому что мы каждый год пишем другую программу. Ну, во-первых, символ года каждый раз разный. В этом году символ обезьяна, поэтому вся программа была чуть-чуть туда, в ту сторону. Ну, и вот как-то так, каждый год. Про обезьяну. Вот что рассказываете про обезьяну? Какую вы информацию и, может быть, какие-то кусочки прогнозов там или еще что-то? Что у вас в программе есть, связанное именно с символом года? Ну, по поводу деток, они, как правило, уже вот в этот предновогодний период, они все были уже, практически все, но большинство в костюмах обезьянок, да, то есть они, как бы, стараются вот так выразить. А если мы, например, работаем со взрослыми, то это какие-то тематические игры, да, связанные с обезьяной, с пальмами, с жаркими странами, ну, и все в этом духе. Угу. Юр, вот по поводу костюмов всегда интересно, потому что всегда, вот, жарко, правда, честно, вот жарко же. Честно, да. Что тут, и борода, да, и перчатки, варежки, и все, что это угодно, из чего состоит костюм, кем и как он был сделан, и вообще, насколько это, сколько он весит, потому что у меня ощущение, что он килограммов шесть весит. Ну, нет, на самом деле он гораздо легче, он сшит на заказ швеей, состоит он из шубы, рубахи, штанов, варежек, это неизменный атрибут Деда Мороза, с ними можно и поиграть с детьми, и это символ того, что он держит руки потеплее все-таки. Естественно, борода, это какой Дед Мороз без бороды. Борода шикарная. Это тоже все делалось специалистами, гримерами создавалось. Весит он, ну, килограмма три, наверное, в общей сложности. На самом деле, не очень тяжелый, но достаточно теплый. Конечно же, долгое время в нем находиться трудно. То есть, когда на елках дедушки говорят, что, ох, устал, вспотел, дедушка не врет, да, это абсолютно точно. Когда он говорит, что таю, это действительно так. Елена, про кокошник ваш тоже начали вот разговор, знаю, что он сделан тоже специально, очень кропотливыми, чьими-то руками. Ну да, он тоже, собственно, мы в один год это делали, и костюм Дедушки Мороза, и, соответственно, Снегурочка должна была соответствовать. Поэтому и шубка, и кокошник тоже сделаны на заказ. Даже была такая шутка у нас в театре, нам говорили, что мы с Кремлевской елки. Да, кстати. Потому что мы такие высокие, нам говорили, вы что, с Кремлевской елки? Очень похожи. Смотрите, про театральную еще работу хочется поговорить. Пошли вот с 20-го числа елки, да, в театре Самарт. Два вида елок у нас там играются, насколько я помню, дядя Степа и щелкунчик. Но общее какое-то и для тех, и для тех есть представление, да, для детей. И вы тоже, то есть у вас есть смена, да, сегодня одни, завтра другие и так далее. Вот фотография. Ну, работа театра не может приостановиться, вы же понимаете. Вот Юрий играет дядю Степу в малом зале, поэтому всех приглашаем к нам на представление. Я играю Мышильду в щелкунчике, также всех представляю. И всех зовем на наше представление. Да, в фойе театра проходит развлекательная программа. После спектаклей выходит Дед Мороз и Снегурочка на поздравления. Вот театральная вот эта вот жизнь, она, по-моему, вот в предновогоднее и в посленовогоднее, да, особенно в театре Самар, потому что это театр юного зрителя, у нас там не то, что много работы, да, там непонятный край. Бурная и кипит жизнь эта, да. Вот это каждый год, это вы за тот период, пока вот этих елок нет, вы как-то успеваете отдохнуть? Или как вот вы к этому сами относитесь? И вообще, когда уже есть мысль, что ой, вот сейчас, сейчас дожить, дожить до какого-то там до 9 января и вот передохнем? Да ну нет, елки, елочные представления, это тот же самый спектакль, это такое же отношение, как вполне... К повседневному репертуару. К повседневному репертуару, к вечерним взрослым спектаклям и спектаклям для детей. Да, конечно, безусловно, их гораздо больше в этот период, более насыщенная жизнь, но привыкаешь из года в год, это ждет тебя под Новый год, и начинаешь привыкать и к этому ритму жизни, и к тому, что тебе придется три дня, три раза в день выходить на сцену, к детям. Ну, каждый год мы играем около, вот за этот период мы играем около 60 спектаклей. Обалдеть, конечно. Сюрпризы бывают, но вас уже сложно, наверное, чем-нибудь удивить, я имею в виду там детскими стишками или песенками, а какие-то вот удивительные бывают дети, которые вас даже удивляют и заставляют, я не знаю, задуматься или в ступор как-то вводят? Вот буквально три дня назад, после спектакля дяди Степа, один из персонажей, который остается на сцене и помогает деткам выйти в фойе к Деду Морозу и Снегурочке, потом, после спектакля, мне передал, что скажите, пожалуйста, дяде Степе, что девочка Маша очень полюбила этого персонажа, и он ей очень понравился. Так что очень приятно, что девочки Маши... Взрослые, да, какие-то имеют больше такие наклонности, что влюбиться в артиста или в актрису, да, тут получается девочка Маша, то есть поклонница новая. Нет, они вообще, да, они очень живо реагируют во время спектакля, то есть они кричат, они помогают, они выкрикивают разные реплики, и они там, если персонаж негативный, они к нему негативно относятся, если, значит, положительный герой, они стараются помочь. В общем, они очень живо реагируют всегда и принимают участие в спектакле, соответственно. Ну и новогодние спектакли, они достаточно контактные, то есть там очень много интерактивных моментов общения с детьми, со зрителями. А что насчет взрослых деток? Взрослые же детки у вас тоже есть и в не меньшем, да, количестве вечера, все там на каких-то корпоративах, да, приходится? Ну, да, можем сказать так, что праздника ждут все, а хоть взрослые, конечно же, понимают, что это пришли мужчина и женщина, да, переодетые, но они все-таки ждут. Они, когда видят Деда Мороза, Снегурочку, все бегут фотографироваться, персонал там ресторанов или заведений, в котором мы находимся, обязательно все с нами фотографируются. Ну и, соответственно, когда ты выходишь в зал, люди бурно реагируют, воспринимают, особенно вот, ну, почему-то на нашу пару, вот так вот просто. Ну, видимо, может быть, потому что мы, я еще раз повторюсь, Юра Высокий, там и я подстать. И поэтому они как-то очень так живо и сразу радостно к нам, большое внимание. Ну, какие-то бывают тоже случаи, когда, вот, ну, почему говорю об этом, что у всех у нас, мы все равно внутри чуть-чуть немножко детьми, да, остаемся, и хочется и у Деда Мороза на коленочках посидеть, да, и со Снегурочкой песенку спеть, и как-то мужчины там приобняться, наверное, каким-то образом. О, да, но был один случай у нас с Юрой. Да, был курьезный момент. Да, мы работали в одном заведении, мы не будем называть. Значит, были танцы, ну, как правило, то, что Снегурочку хватают и стараются там унести, либо как-то прижать себе для лучшей фотографии, это, это есть. Но был момент, когда решили поднять и унести Деда Мороза. Женщины? Нет, мужчина решил проявить недюжинную силу, показать ее всем и поднять и унести Деда Мороза. Это было забавно и незабываемо. Идет программа, и вдруг я вижу, как поверх голов поплыл Юра. Его понесли. Ну, в общем, пришлось, конечно, немножечко убавить музыку, в микрофон кричать «Верните Дедушку». Вернули? Да, да. Вернули. Так что и такие курьезы бывают. Шутка такая была у мужчины. А взрослые читают стишки, песенки, поют? Как реагируют на то, что, да, ну, если хочешь на коленочках посидеть, ну, тогда будь добр, там, снилок и стишок прочитать? Ну, вот у нас, например, буквально недавно мы работали в художественном, да, и там были подростки. 17-18 лет. Да, 17-18 лет. Ну, то есть практически уже взрослые люди. Так вот, когда они подходили читать нам стихи, они вроде бы стояли так в толпе, немножечко так стеснялись, ну, там, прикалывались там друг с другом. А когда к нам подошли читать стихи, они все менялись в лице и начинали всерьез, по-настоящему читать вот стихотворения дедушки. Что-то происходит с людьми, когда они подходят вот к костюмированному персонажу. Ну, какой-то вот... Абсолютно серьезный настрой у них был в этот момент. Ты видишь абсолютно серьез в глазах. Трясутся руки, то есть искренне, чтобы мы поверили. Ну, мы, конечно, верили, конечно, дарили подарки. Ну, вот это нас поразило. Сами в детстве верили в Дедушку Мороза, в Стенгортику? Юр? Сегодня только разговаривали. Ну, до какого-то периода, конечно, верил. У меня вера заключалась в том, что мне родители всегда, втихаря от меня, ночью наряжали елку, а с утра говорили, что это Дедушка Мороз тебе принес. Ну, вот до какого-то момента, пока я не заметил, как они сами наряжают елку, я верил в Деда Мороза и в то, что он приносит мне новогоднюю елку. Лена, а у вас? Тоже верила, но так получилось, что в старшей группе садика пришлось сыграть, ну, я так скажу, пришлось, потому что воспитатели же назначают на роль, и меня назначили на роль Снегурочки. И отыграв прекрасно, значит, утренник, мы заходим с Дедушкой Морозом в гримерку, и он снимает бороду. А мне 6 лет. И оказывается, это кто? Это, ну, я уже не помню, кто это был, но я помню, что это какой-то был, то ли папа, то ли кто-то из работников детского сада. Я помню, я в первом классе, мне все говорили, что есть Дедушка, есть, я всем говорила, нет, нет, он снял бороду. Слушайте, ну, вот есть такая, я не знаю, может, вам куда-то пригодится присказка, что вот Дед Мороз, который вот настоящего, который к нам вот буквально на Медне приезжал из Великого Устюга, вот он вот единственный, настоящий, но он назначает себе помощников, да, чтобы вот все могли детки тоже увидеть и потрогать, и подарок получить. Вот, может быть, это действительно так? Как думаете? Вас назначал помощником? Юр, тебя назначал. Ну, честно говоря, нет, но мы, тем не менее, являемся представителями того Деда Мороза, в которого верят дети, того фантазийного персонажа, который живет в мире их фантазий, и пытаемся не разрушить эту веру, а наоборот ее укрепить, и чтобы детки как можно дольше верили в этого персонажа, и чтобы они верили в чудеса, что чудеса могут существовать на нашей планете, чтобы у них также горели глаза, чтобы они хотели жить и верить в сказку. Слушайте, это прекрасно, к чудесам. Вот у нас есть один волшебный инструмент здесь, попрошу его достать, нам показать. Так, дедушка исчезает и снова появляется с посохом. Показывайте посох, знаю, что он какой-то у вас волшебный и горит, и желание исполняет. Кто его делал, какая рукодельница? Этот посох делал я сам. Сами? Прямо своими руками? Из чего? Ну, я не буду раскрывать всех секретов волшебства этого посоха. Он светящийся, он для пущей достоверности, чтобы дети верили в чудеса, в момент, когда они могут подойти и загадать желание подержаться за этот посох, он может загореться огоньками. Слушайте, ну это потрясающе, конечно. Сколько времени заняла вот такая вот работа, потому что, ну это же, это же каждый, это бусину каждую, как приклеить надо будет. Ну, порядка недели. Здорово. Есть такие, я же вот знаю, есть такая штука, что, чтобы желание сбылось, надо подержаться за посох Деда Мороза, ходит, держится. Конечно, подходит, и еще больший восторг у них вызывает, конечно, когда они подходят, загадывают желание, а ты говоришь, что если у тебя желание доброе, искреннее, то произойдет маленькое чудо, и когда он подходит, держится, и тут вдруг вспыхивают лампочки, он, и это производит очень сильный эффект на ребенка, и видишь, как горят его глаза, ярче гораздо, чем эти лампочки. Да, ну, честно говоря, и на взрослых больше, они, конечно, умиляются не меньше, они и за бороду держатся, и за посох, и за шубу иной раз. Всякое бывает, да. Дедушка, ты сиди, посох пусть у нас будет здесь, никуда его не девай, может, у нас еще какие-нибудь желания так мистическим образом сбудутся. Какие сами любите подарки, и как любите сами отмечать Новый год? Работаете ли вы 31-го? Работаем. Да, мы уже вот... Несколько лет подряд. Да, подряд встречаем на работе. Ну, я вам хочу сказать, что это нам не составляет труда, потому что был у меня один Новый год, когда я сидела дома в кругу семьи и, честно, даже не знала, что делать. Ну, поели салат, ну, послушали президента, ну, посмотрели там новогодний огонек или там фильм какой включили. Ну, как бы и все, да, такой все-таки это семейный праздник, поэтому дарить людям праздник, вот, нам самим гораздо приятнее это делать, чем, ну, просто ты сидишь дома. Ну, если есть такая у нас вот в данном случае возможность. Традиция какая-то у вас есть? Перед тем, как вот выйти к людям, что-то вы делаете такое, что традиционно только вот к вашей паре вот рабочее имеется? Нет, у нас есть традиция. Мы в новогоднюю ночь, перед тем, как выйти, как пробьют куранты, мы записываем всем людям, кто нам помогал в этот год, да, то есть все, кто делал нам, ну, к примеру, помогал там с костюмами, все, кто помогал нам, ну, с персонажами вот с нашими, все, кто помогал, не знаю, возить нас по городу, мы записываем новогодние поздравления с дедушкой и отправляем их, соответственно, люди... Видеопоздравления. Да, видеопоздравления. Персонально каждому. Каждому записываем и, соответственно, в 12 часов ночи это стараемся, ну, там, без 5-12, там, без 7-12 это отправить. И вот всем людям, которые нам помогали в течение года, мы делаем вот такой подарок бесплатно. Слушайте, ну здорово. А сами какие подарки любите? Есть ли лучший подарок на Новый год? Ну, конечно, у каждого, наверное, человека есть желание. Ну, из года в год разные. Юра, у тебя какое желание на этот Новый год? А этот Новый год пока еще, если честно, даже не задумывался. Потому что такая работа кипит, что не до подарков сейчас. И близким еще не купили подарки? И еще, честно говоря, даже близким не купили. А обычно как поступаете? Вот куда-то в какой-то день или вот в какое-то время, там, заранее, не заранее? Кого, во-первых, поздравляете, да? Есть ли у вас какой-то перечень, что этот, там, вот, близкий, его поздравлю, этот не близкий, не поздравлю? Или, ну, есть же, допустим, там, маму, папу, да, остальных, там, символически, там, шоколадка или что-то такое. Как вы поздравляете своих друзей? Ну, друзей стараемся как-нибудь поинтереснее поздравить, да. Друзья практически все работают с нами в театре. У нас есть также в театре традиция, что где-то числа 29-30-го мы всем театром собираемся и стараемся немножечко отметить. Если, ну, вот, в данном случае в этом году у нас с Юрой будет окошечко, мы обязательно заедем и также поздравимся все вместе. Ну, мамам, папам, естественно, близким, любимым, естественно. Ну, я как Снегурочка от своего дедушки тоже жду. Мой дедушка в этот Новый год выступит водителем нашей пары. И 31-е числа, да? Он будет с нами, вот, поэтому, конечно же, вот такой подарок он мне подарит. А вообще не обижаются вот так вот любимые люди, когда, извини, там, дорогой-дорогая, но я работаю в новогоднюю ночь? Как-то, как получается найти консенсус какой-то, чтобы и ссор не было по этому поводу и как-то взаимопонимание сохранялось? Вообще, конечно, в актерской среде очень сложно, во-первых, найти вторую половину, потому что понять, почему там твой близкий человек до 11 ночи пропадает в театре, невозможно. Просто люди не понимают. Ну, а если уж такие люди появляются в нашей жизни, то они идут на все. Они понимают, что это нужно. На любые жертвы. Да, они идут на любые жертвы. И они, ну, они просто... Наверное, поэтому так много актерских пар все-таки, да? Очень часто актерские семьи создаются, наверное, чтобы не было вопросов, где ты был или где ты была. Потому что мы были вместе. Да, мы были вместе. Ну, или это люди, которые являются непосредственно поклонниками театра, которые ходят... Ну, вот я сейчас говорю про своего дедушку Мороза, да? Извини, Юры. Он ходит практически на все мои спектакли. То есть он даже иногда подглядывает на репетиции, когда за мной приезжает. Ну, он полностью за. Вот это мою работу. Слушайте, ну, здорово. Какие-то мечты необычные бывало, что слышали, что, ну, обычно там, ну, мир во всем мире, чтобы все были здоровы? Я не знаю, какие-то экстравагантные были пожелания у людей? Самое трогательное было в детском доме, конечно. Один год пришлось, ну, не пришлось, а мы с удовольствием поехали туда, нас попросили. Мы, конечно же, сразу согласились, поехали в детский дом. И желания детей, и глаза детей из детского дома, конечно, они самые трогательные. Они искренне желают добра, они искренне желают счастья сами себе и, соответственно, всем, всем детям и всем людям. Вот это самое трогательное, наверное. Ну, конечно, когда ребенок говорит, что он хочет в Новый год получить маму, тут невозможно сдержать никакие эмоции. Ты понимаешь, что выше такого желания нет ничего. Ты понимаешь, что он просит самого-самого... Дорогого. Дорогого подарка, которого ему действительно очень не хватает. Вот это было самое трогательное. Ну, а, как правило, просит машину, если это, да, планшет, просит, ну, много чего, просит квартиру, там, курс... Это постарше, который... Да, курс доллара снизить, ну, и понеслась. Здорово. То есть какие-то бытовые вещи, которые нас встречают, да, вот, например, курс доллара, они тоже... Крутевки куда-то, да, тоже в этом году, наверное, много просят. Ну, я думаю, нет, но самое такое смешное было, вот, буквально, позавчера кричали, откройте Египет. Это да. Я думаю, силами самарских Деда Мороза из Театра Самар все возможно. Мы постараемся. Две минуточки у нас остается до конца эфира. Попрошу вот на эту камеру и от Снегурочки, от Деда Мороза пару слов для жителей нашего города, для больших, для маленьких, для всех. С Новым годом. Поздравьте, пожалуйста. Конечно. От всей души хотим поздравить всех жителей Самарской области, города Самары с наступающим 2016 годом. И хотим пожелать здоровья, счастья, огромных успехов во всех начинаниях. И всего вам самого-самого доброго. Ну и, конечно же, чтобы зимняя сказка никогда вас не покидала. С Новым годом. Очень слаженно у вас получается. Прям я же сама засветилась от счастья. Я и вам пожелаю тоже всего самого наилучшего. И чтобы сил вам, наверное, побольше, чтобы выдержать вот этот новогодний марафон, который сейчас и в театре, и в вашей жизни происходит. И добра и всего хорошего. Приходите к нам, пожалуйста, еще. А со зрителями я прощаюсь уже до следующего года. Увидимся после праздников. С наступающим 2016 годом. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok